Приветствую вас, мои дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Я вновь рад вас приветствовать в мобильной игре Motor Depot. Продолжаем мы потихонечку знакомиться с обновлением, с новыми работами, которые здесь появляются. И в работе у нас сегодня будет ZIL 157, в простонародье называется Column. И сегодня мы будем работать на аварийной службе. То есть мы уже заявочку приняли и сейчас с вами поедем на аварию. Так, надо свет нам включить. Очень классная моделька, очень классное дополнение для игры. Так, даже можно масштаб приблизить самой модели. Выглядит она действительно очень круто. Что снаружи, что внутри, очень все реалистично реализовано. Звуки тоже довольно-таки потрясающие. Звуки двигателя, просто музыка для ушей. Ну что ж, поехали на вызов. Ехать нам довольно-таки далеко. Далеко, потому что ехать на этом ZIL. Он едет довольно-таки очень медленно. 60-65 это его максимальная скорость. В принципе, с такой скоростью по городу можно передвигаться. За городом, конечно, это уже скорость такая смешная. С нарушениями правил, но проскакиваем, проскакиваем. Дайте старичку дорогу. Не надо путаться у него под колесами. Ну и заодно посмотрим, сколько же можно заработать на вот этой работе, исполняя ее. Красная горит, но мы не будем обращать на это внимания. У нас, жалко нет, у нас не мигал. Включили бы ее и все. Кстати, здесь, по-моему, не хватает работ таких, чтобы следить за порядком. Каким-то в плане того, там, на пожары выезжать. Ну, это такие мысли, знаете, я разработчикам на будущее накидываю. Там, какие-то пожарные машины сделать на базе ZILA 130-го, 131-го. Те же колуны, ZILA 157-й, они тоже стояли в рядах пожарных частей. И мы зачастую вот выезжали помогать людям. Прощаемся мы с городом Серпов. Слушайте, ну, потихонечку на обгон идем, еле-еле, очень тяжело. Встречка там, встречка сейчас, я чувствую, остановится. Автобус подрежем. Ну, только так. Только такими методами, такими способами можно обгонять. Вот здесь стояночка для отдыха реализована, сделана. Ну, конечно, стихия этого автомобиля, это не загородное шоссе, а бездорожье. Ну, и, в принципе, выполняя какие-то там работ, такие служебные, аварийные, зачастую приходится вот набираться в какие-то труднодоступные места. Как раз-таки, ну, такая работа этому звуку будет по зубам. Включен, так видно, и не выключен. Вот жалко, что поворотники автоматически отключаются. Мелочь такая, ну, было бы приятно, если бы это было реализовано. Но хоть, вроде, включаться стали более-менее четко, потому что до этого, помню, были такие моменты, что и включались они как-то, ну, не очень. Краснобор. Уезжаем в краснобор. Ну, трафик тоже, вот. Есть карта, вы видели обзоры в ProtonBus симуляторе, карта Motor Depot, да, там трафик вообще ужасный. Тут бит, именно за городом, очень медленно едет, и такие повороты затяжные, кривые есть, там вообще скорость скидывается до минимальной. Вот, ну, здесь тоже отдельно едущие автомобили, вот, могут создавать такие помехи, вот, видимо, с крюча 21-40. Вот, газельки, бывает, медленно плетутся. Камазы, кстати, то медленного, то быстрее едут. Вот так, со фруксом разъедимся. Не знаю, немножко цепанул я его. Но, в целом, управление все равно приятное. Ну, вот здесь тоже машинки неспешно едут. Очень часто приходится выезжать на встречную полосу на полосу встречного движения. Здорово. Кстати, эти зелки выпускались вплоть до 91-го года, так что долго они, наверное, на конвейере продержались. Но, все-таки, посмотрел я видео по оффроуду. Вот, это, в принципе, можно сказать, старший брат 131-го зелка. Все-таки, 131-й палуб уже сделан. Вот, в плане по проходимости 131-й намного лучше. У этого зелка тут передний съезд, вот этот бампер. Зачастую на бездорожье куда-то въезжаешь, если он очень выстречиво цепляет и очень тормозит машину. Да и по ходовым решениям тоже, тоже 131-й зелок, ну, он получше будет, чем 157-й. Так что, изменения у нового зелка 131-го, конечно, в лучшую сторону. Вот, ну, 157-й, в принципе, не надо его списывать со счетов. Он тоже, слушайте, москвич с правой стороны обогнал ты. Вот такой трафик. Это, видимо, смотрите, тоже, да, есть такой интеллект у компьютера. Что, мол, задели его чувства. Нет, москвич за-таки тоже должен показать, что он поскоростнее. Вот теперь полетись за лазом. Тут, кстати, лаз, наверное, газель как раз-таки тормозит. Чем я и говорил, газельки тоже грешат, очень грешат. Ах! Типа новый КамАЗ. Москвич где-то, где-то тут сейчас опять, наверное, справа объедет. В котором делался. Так, не поменяют, если посмотреть, он сзади едет москвич МАЗ. Сейчас, походу, дождь начнется. Ну и в принципе на торпеде он лежит тоже, можно сказать, колумб Nokia 3310, всегда акцентирую внимание. Тоже неубиваемый телефон для своего времени. Многие аппараты дожили и до наших времен, телефон начала 2000-х годов, в принципе трубки, если так посчитать, уже должно, наверное, более 20 лет будет. И, кстати, можно встретить некоторых людей, которые до сих пор пользуются телефоном еще, ну в виде служебных, там, в кондитерскую заходила, как раз-таки у женщины рабочий телефон был, как раз-таки 3310. Значит, с одной стороны, хорошо зарядил, и на неделю можно по зарядке вообще забыть. Я смотрю, в целом локация здесь, по-моему, одна и та же, выполняю аварийные работы. Возможно, если постоянно выбирать, что-то меняется. Если покатался на ЗИЛке, выбрал другую машину, потом снова вернулся на ЗИЛ, к той же самой работе, то локация, в принципе, одна и та же. Ну, по-моему, неподзаработать можно так тут у вас. Я не получу, что у меня с тормозами? Что они тут думают, поворачивать, не поворачивать? Вот тоже немножко есть такое задумчивое. Они эти боты на трафиковых машинах, автобусах. Вот здесь в поле, в бездорожье, вот эта стихия будет, вот эта вот ЗИЛка. Конечно, не хватает этого полного функционала, чтобы грязь какая-то была, там, вешасевые блокировки, включать вот это все, и, конечно, было бы покручивать. Что, сворачиваем. И даже далеко не надо ехать, просто к этому спалму подбежаем. В принципе, все отвезите рабочих на базу. То есть, это у нас такая машина, знаете, типа бытовки. Это инструмент такой, и плюс рабочих можно забрать. Вот о чем я говорил, даже здесь, вот на этом уклоне, вот передний свес, передний бланкер, передняя морда такая массивная, вот она цепает, вот это вот все. Это, конечно, очень-очень так проблематичное место у этого ЗИЛка. Вот именно по обзорам я смотрел, когда 157-ю колуну попадает на бездорожье, именно где уже такая почва рыхлая, мягкая, болотистая, и вот за какие-то корчи вот это все начинает цепать, и это сильно начинает его тормозить. У 131-го такого уже свеса нету, там более гармонично все сделано, и благодаря этому уже 131-й более такой маневренный оказывается вот в такой вот ситуации. В общем, кто любит неспешно покататься, поностальгировать, спокойно позарабатывать денегки, вполне этот злоб подходит. Чисто едешь, знаете, так красоты не любуешься, за кошкой посмотрим, что там сзади происходит. Домики деревенские, вообще красота. Иначе, а, поворачивает, еще не тормозит, тормозит, реально тормозит таксист. Вот, карту купит таксист, и он не знает, куда ехать. Но мы, в принципе, сейчас поедем с вами в гаражу, посмотрим, сколько заработают нам, заплатят. Ну, к сожалению, таких эффективных работ, как-то больше, может, заплату не дополняют, а хотелось бы выливать машины, которые пускай не может стоили чуть-чуть побольше бы, там по 1500, но реально, чтобы можно было бы не наработать, или какой-то рейс, там, сотку хотя бы было бы. Это было бы приятно. Так, конечно, по крупицам это все. Пока самая эффективная работа остается по перевозке сена. У меня, кстати, комментарий тоже писали, там никто начинает играть, денег вообще нету. Изначально стоит, я думаю, начинать с бесплатных машин, тогда взять газон 53-й, с него на части, навозить, там, по-моему, на газон, если работать, 10 тысяч седают за перевозку сена. Ну, вот потихонечку копить на КАМАЗ, и дальше уже брать КАМАЗ с прицепом, тогда все получится. КАМАЗ с прицепом, тверктура. Но опять же, можно быстрее так же выполнять эти работы, брать другие машины, другие изолки, которые едут гораздо динамично и быстрее, там, вот, не 80, то есть, надо дать еще раз. Естественно, те же самые деньги вы заработаете на 100 мм. Ну, здесь вот именно мне нравится эстетика, гармоничность, то, как выполнена модель, как выполнен этот грузовик. То есть, он внутри за рулем очень приятно ехать. Все реально, все оригинально, просто проектирует. И учитывая то, что, ребята, это мобильный симулятор. Также писали, спрашивали, там, на iPhone. На iPhone, к сожалению, нет. Не знаю вообще, какие сложности и проблемы вот с этим связаны. Почему на iPhone не ходит эта игра, на платформы iOS. Трудно мне сказать, как-то. Я думаю, это уже к разработчику надо обращаться, почему они это видят. Там, может, заморочить, это больше, не знаю, это мафорские права, что-то такое. Мы настолько уже дорогие знакомые стали, если бы, ну, это самый ближний, например, культура, краснобор, вот это вот все. Проезжаешь, вот просто чуть ли не каждую кочку знаешь, не знаю, ждете опадки. Кстати, там, по-моему, возле деревянной церкви немножко мост изменился. Здесь, ну, точно так же разрушенный, но там, по-моему, отбойник. Вот там нет. На старом мосту отбойники были еще. Здесь не реализованы. Ну что, давайте, наверное, тут повернем сразу за мостом, чтобы хоть как-то немножко изменить пейзаж наш за окном. Повернем. Здесь такая дорога идет. Она прямо в порт. Если в порт везти, из порта какие-то грузы, ну, довольно-таки очень удобно. Тут тоже, знаете, такая своя атмосфера, трафика нету. Такая дорога грунтовая. И потихонечку начинает открываться пейзажем города Сьерпи. У нашего местного мегаполиса, вокруг которого все здесь и крутится, вокруг которого все завязано. КОНЕЦ Ну, совершенно другие пейзажи. В принципе, удобнее здесь ехать, чтобы там на посты и не попасться. Если хотите превышать скорость, здесь спокойно можете превышать на этом участке. Красный наритм. Приедем. Машин вроде бы нет. ЖД-переезд, если закроется, так делать не буду, потому что точный спор с шлагбаумом мы не проедем. Здесь у меня красный наритм. Ну, и потоплива, да? Озелок. Я уже говорил об этом, что он реально прожорливый. Вроде бы не самый такой дальний рейс, но полбака уже у нас нет. Поэтому, то есть, ну, канистры в дорогу с топливом лучше брать. Ну, вот, в принципе, можно на Зилкейтам подзаработать 18 тысяч. Конечно, во времени это не как сено перевозить, гораздо дольше, но, однако, это уже копеечка такая неплохая. Вот. Так что, отличный аппарат, ребят. Советую, рекомендую кататься на нем. Вот. Спасибо, что были рядышком, что посмотрели это видео. Не проходите мимо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok